Шестая игровая неделя в чемпионате района подарила массу интересного. Например, пятничные игры все прошли в жаркой борьбе, и предсказать победителя было гораздо сложно. Даже в матче Энергия Колос, казалось бы, лидер, должен был без труда забирать очередные три очка, но игра завершилась в пользу Энергии с минимальным преимуществом. Колос сильно потрепал, оппоненту нерва уступив лишь со счетом 2-3. Энергия продолжила победную серию, но игра команды уже не смотрится так впечатляюще, как ранее. Буровые технологии встречались с Нефтяником, в первом тайме буровики сумели выйти вперед и на отдых ушли лидерами 4-3. Однако вторую неделю Криаду коллектив преследует одна и та же болезнь, полное отсутствие реализации во второй половине матча. Вот и на сей раз буровые технологии не забили ни разу, а Нефтяник воспользовался этим сполна. Финальный свисток зафиксировал победу со счетом 7-4. Серьевск после двух поражений Криаду, что называется, оторвался во встрече с РН-Сервис. Даниил Швецов забил 6 мячей, а его партнера огорчили голкипера РН-Сервиса столько же раз. Соперники ответили также довольно результативно, но тягаться с молодыми серьевцами в скорострельности не смогли. Итог 6-12. На ваших же экранах противостояние тех, кто находится во второй части турнирной таблицы. Ветеран, команда вышла на площадку в манишках желтого цвета, встречался с инвестом. Здесь первый тайм прошел абсолютно в равной борьбе, что показало и табло ничья 3-3. Однако во второй половине матча случилось то, чего многие опасались. Ветеран забил пару мячей в течение двух минут, чем полностью деморализовал соперника. Инвест прекратил всяческое сопротивление до финального свистка, наблюдал за тем, как преимущество не в его пользу, только продолжало расти. Ветеран забил во втором тайме 6 мячей и отпраздновал вторую свою победу в сезоне 9-3. Таким образом, сейчас в чемпионате на первом месте идет энергия в 18 очков. Сразу целая группа команд имеет по 12 баллов. Нефтяник, Сергивский губернский техникум, Сергивск и Колос. Так что сражение, если не за первое место, то за серебро и бронзу в нынешнем сезоне ожидается в высшей степени. Интересно. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».